Над составлением мотивационной программы для безработных специалисты Управления социальных дел трудились вместе с коллегами из социального дома и приюта. Поводом послужили поправки к закону о социальной помощи и социальных услугах, которые вступили в силу с января этого года. Принятые изменения повышают требования к живущим на пособие по безработице. Все люди, которые имеют трудоспособный возраст и способны трудиться, они не имеют права получать просто так пособие, ничего не делая, находясь дома, на диване, спокойно отдыхая и при этом получать социальное пособие. Они обязаны активно участвовать в общественных мероприятиях. Это могут быть общественные какие-то работы, допустим, как фирма Лаби Картошина заказывает у нас людей, что им надо, допустим, 20 человек в месяц. Или это могут быть вот такие мотивационные программы, как эта мотивационная программа. Составляется договор между соцработником, между человеком, который безработный, но необходима помощь, он не участвует, и тогда он получает эти пособия. В поисках работы людям помогают медики, педагоги, ремесленники, призванные раскрыть и развить творческие способности. Однако поначалу специалистам приходится выполнять задачи, которые выходят за рамки программы, пробуждать интерес к жизни, общению, а подчас элементарно учить жить. К сожалению, у нас только есть три инстинкта, и трудиться не входит как раз в этот основной инстинкт. Поэтому трудовые навыки надо восстанавливать. Если люди не работали год, три года, а если пять, то это действительно уже нужна человеку помощь, чтобы его вернуть, социализировать, интегрировать на трудовой рынок. Основные ошибки, пусть на защите страны, они работу не ищут. То есть они уверены, что работа только по знакомству, только по плату, только людям с высшим образованием, считают, что работу уборщицы нигде не найти. Или наоборот, говорят, я уборщица не пойду, но при этом я спрашиваю, образования нет, и учиться они не очень-то и хотят. Второй еще вариант, держаться за какие-то старые профессии, которых нет. Вот они говорят, я шпульщица, я даже таких профессий не знаю, я переплетщица где-то, то есть профессии нет, переквалифицироваться они не хотят. Над некоторыми давляет неуверенность в собственных силах, страх, что и новая специальность не найдет спроса. Нет работы, нет денег, круг замкнулся, руки опустились, а самим разомкнуть этот круг неудач никак не удается. При этом не все знают, как и куда подать объявления о поиске работы, не умеют заполнить газетный купон или отправить CV по интернету. Всему этому их и учат на занятиях. На сайте объясняем, объясняем, где искать, как подавать, собеседование как проходить, как звонить по телефону. Некоторые даже просто не знают, вот слово собеседование, сказали прийти на собеседование, мужчина сказал, я не пошел. Я говорю, а почему? У него нормальный опыт, внешний вид, нет вредных привычек. Он говорит, а вдруг меня не возьмут? То есть они заранее боятся, и они не идут на это собеседование, потому что тоже страх. В общем, очень много психологических проблем. Усилить мотивацию помогают экскурсии, знакомства с историей, культурным наследием. Это расширяет кругозор, меняет представление о городе и своем месте в его жизни. Большой популярностью, особенно у женщин, пользуются занятия бисероплетением. Владение ремеслом – неплохая возможность заработать своими руками. Я ей всегда говорю, нужно уметь все. Все, что умеешь, за плечами не носить, чем и дам не ложить. Руки должны работать, голова должна шевелиться. И удочку нужно дать безработному, особенно безработному удочку, чтобы он научился ловить рыбу, как говорится. Не подачку, а научить их. О пользе программы можно судить по одному факту. Из первой группы обучающихся трое нашли работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова